Здравствуй, русский народ! Когда мы заявили этот митинг, было много вопросов. А с чего это либертарианцы заступаются за пенсии? Давайте я вам объясню отношение либертарианцев к государству. Государство нам должно... Оно должно вернуть на все, что они наворовали под видом пенсионных накоплений. Что происходит с людьми, которые не возвращают долг? За ними приходят кредиторы. Мы вышли за своими деньгами! Путин однажды сказал, вор должен сидеть в тюрьме. Владимир Владимирович, я совершенно согласен! Путин кто? Путин кто? Путин кто? Вчера на этой же самой площади выступала контролируемая оппозиция. Они выступали под потрясающим лозунгом. Национализация богатства страны... Прошу прощения. Национализируем богатство страны. Будет с чего платить пенсии. Ребята, государство только что национализировало наши пенсии! Путин кто? И они не случайно спутились вокруг Павла Грудинина. Павел Грудинин представляет все их чаяния и мечты. Он красный олигарх. Он сделал деньги так же, как все остальные олигархи. На нищете и горе русского народа. Мы прекрасно помним, откуда в России взялись совхозы. А на какой крови и на каких костях они были построены. Они появились в результате национализации. И русский человек от Петербурга до Урала, до Дальнего Востока впитал с молоком матери, что серп и молот это... Господи, Боже мой! Что серп и молот это голод! Запейлил, запейлил, простите меня. Это смерть и голод! Серп и молот это смерть и голод! И сегодня мы собрались здесь не за большое государство. Сегодня мы собрались здесь за себя. И у меня есть мечта. У меня есть мечта, чтобы русский народ наконец встал с колен и заявил о своем достоинстве, чтобы мы начали говорить с государством на равных. У меня есть мечта, чтобы народ перестал бояться свое государство, а государство стало бояться своего народа, Потому что только так завоевывают свободу. Но мы вышли сегодня не только против пенсионной реформы. Мы вышли сегодня против повышения налогов. Потому что они, номенклатура, как султан из золотой антилопы. Им мало, они хотят еще больше. У них лихорадка, они не могут остановиться. Они хотят еще больше наших денег. А чего они хотят, я не могу понять. У них же есть шубохранилища. У них уже есть золотые унитазы. У них уже есть самые большие на свете яхты, но им этого мало. И я прочитал совсем недавно в «Ведомостях» потрясающий заголовок, который вышел на следующий день после того, как пудинское правительство заявило о том, что будет пенсионная реформа и повышение налогов. Заголовок звучал следующим образом. «Роснефть» заинтересовалась деньгами пенсионного фонда. Вы понимаете, вот интересно «Роснефть» стало. Сечин любознательный. Ему стали интересны деньги пенсионного фонда. Наши деньги. Они продолжают национализировать наши накопления. Они продолжают повышать оброк. Они снимают нас третью, четвертую шкуру. Они сделали нашу молодость нищей. И они продали нашу смерть. Этого нельзя прощать. И у меня есть мечта. Я надеюсь, что русский народ великодушный. Русский народ научится ненавидеть. Потому что ненависть – это единственная надежда, которая осталась у России. Учитесь ненавидеть. Без нашей ненависти не получится ничего. И последнее. Самое последнее. Позавчера умер великий русский писатель. О, Боже мой. Что ж такое? Да. Позавчера умер великий русский писатель Вальнович. Он был порядочным человеком. И всю жизнь во время перестройки, после перестройки он говорил о необходимости чего? Позавчера умер великий русский народ. Он предсказал все, что произошло с нами сегодня. Он предсказал, что эта красная гидра отрастит новую голову. Что номенклатура продолжит грабить народ. Что вот этот вот маховик грабежа, который был запущен в 2017 году, будет запущен снова. И он запускается. Потому что то, что происходит сегодня – это национализация. Это отъем частных накоплений в пользу государства. И не позвольте левым силам вас обмануть. Потому что они борются именно за это. Они борются за доступ к кормушке. Чтобы выйти из этой истории победителем, как вышел Павел Грудинин. Но нет. Мне не симпатичны коммунисты. Мне не симпатичны левые. Потому что я люблю Россию. Я люблю русский народ. И я желаю ему лучшего. Я хочу, чтобы мы избежали судьбу 2017 года. Я считаю, что мы свободные люди. И мы заслуживаем распоряжаться своими деньгами. И мы должны это право отвоевать. Сегодня здесь уже звучал тезис о том, что американская революция произошла в результате бунта против налогов. Нет налогообложения без репрезентации. Вот скажите, они нас представляют? Вот у нас только что были президентские выборы. Это были демократические выборы. Путин нас представляет? У нас сейчас пройдут выборы мэра, для которых не допустили ни одного кандидата от гражданского общества. Они нас представляют? Нет. На самом деле они нас очень хорошо представляют. Потому что мы пишем в интернете гневные посты, но мы ничего не делаем. И я еще раз вас прошу. Учитесь ненавидеть. Пока государство нас не боится, пока государство относится к нам как к крепостным, наша жизнь будет становиться все хуже и хуже. Наше будущее в наших руках. Мы заслуживаем свободу. Свободу не дают на блюдечке с золотой каемочкой. Свободу забирают. Ее охраняют. Свобода это достижение гражданского общества. Мы выросли, мы взрослые, мы должны этого требовать. Россия будет свободной. Мы не допустим переворота, мы не допустим новенклатурного переворота. Спасибо вам. Россия будет свободной. Люстрации. 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 Спасибо вам. Спасибо. Я вас очень люблю. Простите за заменку. Спасибо. Друзья, на этом наш митинг против пенсионной реформы, против налогового грабежа. Помедленнее, но верно подошел к концу. Спасибо вам большое. И прежде чем мы закончим, я бы хотел от своего личного имени и от имени присутствующих за сценой выразить большую благодарность каждому из вас, кто шерил информацию об этом митинге. Всем, кто пришел, всем, кто призывал, но так и не смог прийти по разным причинам, отдельно благодарен всем, поддержавшим этим митингом политическим силам. Большое спасибо вам, главное спасибо вам, вы выдержали эту невероятную погоду, ради того, чтобы прийти и выразить свое возмущение, выразить свою гражданскую позицию, показать, что вы граждане, вы бываете несогласны, вы бываете недовольны, и вы патриоты своей страны. Россия будет свободной! Всех, кто еще не ушел, для финальных кадров прошу еще раз поднять свои кулаки, господа фотографы могут... Ну что ж, хороший митинг, либретарианцы молодцы, компьютер у меня пару раз завис, не все мог модерировать, сообщение быстро шевелится, но кое-чего поделал в Петербурге. Я понял, митинга нету, потому что никчемный парад очередной, который нафиг не нужен, пустая трата денег, день ВМФ, военные праздники — это ненужная вещь. На этом все. Пока, ребята!